Покупает книгу, но не заглядывает в эту книгу, не читает ее, а покупает просто потому, что это модно, это стильно, она подчеркивает статус этого человека. К большому сожалению, редко можно встретить человека, который держит у себя на руках Речи Всевышнего Аллаха, Коран. Сегодня хотел бы затронуть тему о чтении книг, в особенности о чтении Священного Корана. Почему я затронул именно эту тему? Потому что мы видим, в наше время чтение книг набирает большие обороты. Люди с каждым годом все больше и больше увлечены чтением книг. Бывает, что некоторые читают книги по саморазитию и получают от этих книг пользу, а некоторые покупают эти книги просто для того, чтобы быть в тренде. Также можно мы заметить, что люди, сидящие в кофейнях или же в парке на скамейках, читают разного рода книги. Бывает даже так, что человек, он покупает книгу, но не заглядывает в эту книгу, не читает ее, а покупает просто потому, что это модно, это стильно, она подчеркивает статус этого человека. Якобы он грамотный, начитанный человек. Эти книги бывают разного рода. Бывают художественная литература, бывают книги о психологии, о саморазвитии и так далее. Но, к огромному сожалению, к большому сожалению, редко можно встретить человека, который держит у себя на руках Речи Всевышнего Аллаха, Коран. Редко можно встретить человека, который читает Речи Всевышнего Аллаха. Нет, я не хочу сказать, что чтение книг подобно психологии, саморазвитии и так далее, что это плохо, и что это пустая трата времени. Нет, наоборот, это хорошо, и тем более хорошо, если он получает с этих книг пользу. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, что мы, выбирая хорошее, забываем о наилучшем для нас. Это подобно тому, как человек выбирает серебро, предпочитая ее над золотом. Давайте поразмыслим и подумаем, сколько людей мы видим, которые читают Речи Всевышнего Аллаха, которые читают Коран. Или вообще людей, которые умеют читать Коран. К большому сожалению, таких людей очень мало, и тех людей, которые читают, тоже очень мало. Хоть даже они умеют читать. Так в чем же причина? Почему же они не читают Коран? Почему же не уделяют внимание Корану? Потому что они не ведают о всех благах, о всех достоинствах и пользах, которые дают, которые несет в себе Коран. Так какая же польза может быть от Корана? Давайте же представим сутный день. Мы стоим перед Аллахом для отчета, и перед нами взвешивают наши деяния. И к огромному сожалению, чаша наших плохих деяний, она перевешивает чашу с хорошими деяниями. Мы опечалены стоим, зная, что мы попадем в ад. Но в это время приходит Коран, который мы читали при жизни, и просит у Аллаха, чтобы Аллах смилостился над нами, чтобы Он нас не вел в ад, а вел в райские сады. Коран делает заступничество за нас. Доказательством тому, что Коран делает заступничество за нас в сутный день перед Аллахом, является хадис-пасанник Аллаха, где Он говорит, «Ма мин шафи'ин афзаля манзилятан инда Аллахи та'аля минал-кур'ани ла набийун вала малекун вала гайруху». Нет заступника наиболее высшей степени перед Аллахом, чем Коран. Даже нет пророка, даже ангела, также любого другого человека. Это одна из достоинств, одна из пользы Корана. Далее мы видим, если долгое время не мыть, не чистить металлические инструменты, они пачкаются, они загрязняются, такие как кастрюля, ложка, вилка, чайник и так далее. Через некоторое время, если их не мыть, они ржавеют, на них появляется ржавчина. Точно так же и сердце верующего человека, находясь в грехах, совершая грехи, время от времени, его сердце покрывается ржавчиной. Точно так же, как ржавые инструменты, непригодны для использования, так же и сердце верующего человека, она непригодна бывает ни для благослужения, ни для совершения благих дел. Коран, она подобна наждачке, которая чистит, которая полирует сердце верующего человека. Точно так же, как наждачка, которая чистит, которая полирует металлические инструменты и дает им блеск. Доводом этому служит хадис посланника Аллаха, где он говорит, Они ржавеют, подумай тому, как ржавеет металл. У посланника Аллаха, салли Аллаху а.с. спрашивает его с подвижниками, о посланник Аллаха, а что же очищает эти сердца, что же полирует эти сердца? Тогда посланник Аллаха, салли Аллаху а.с. говорит, чтение Корана, и поминание о смерти. Следующее, мы знаем, что человеческое нутро устроено таким образом, что оно желает приближения для себя благ и отдаления от себя бед. Так как вы думаете, захотим ли мы, чтобы в наш дом залезли воры, или чтобы наш дом сгорел, или же, чтобы кто-либо из наших близких родственников покинул этот мир, или же, чтобы мы обетнели, обетнели, и чтобы мы голодали, умирали с голоду, или же, чтобы в нашем доме вместо ангелов находились шайтаны? Ответ очевиден, дорогие братья и сестры, конечно, нет, мы бы не хотели всего этого. Мы бы хотели, чтобы мы жили в здравии, чтобы мы были слытыми, чтобы беды и невзгоды обходили нас и нашу семью стороной. Также мы бы хотели, чтобы в нашем доме находились ангелы, нежели шайтаны. Чтобы уберечь себя от подобного, дорогие братья и сестры, мы должны читать Коран, а те, кто не умеет, они должны поспешить научиться читать Коран. Потому что читая одну букву из Корана, Аллах нам дает 10 вознаграждений, Аллах нам записывает 10 благих деяний и смывает 10 наших дурных деяний. Доводом всему этому служит хадис, который передается от Абин Хурарата Радзи Аллаху Он говорит Дом, в котором читают Речь Всевышнего Аллаха Люди, живущие в этом доме, они становятся богатыми. Их благо в их доме поселяются ангелы и из их дома выходят шайтаны. Их из них шайтаны. А Дом, в котором не читают Речь Всевышнего Аллаха люди, которые живут в этом доме, они попадают в убыток. Ва каля хайру уменьшает их благо ва хараджит минхуль маляйкату с их дома выселяются выходят ангелы ва хазрату шайалтину и последствия в их доме шайтаны. Далее большинство из нас знают, что если Аллах доволен своим рабом, то он приближает его. А если Аллах приближает к себе раба, то он ему дает блага этого и того мира. Благами этого мира являются здоровье, понимание в религии, праведная жена, дозволенное имущество, возможность помогать бедным, нищим, нуждающимся людям. А благом на том свете является это нахождение рядом с посланником Аллаха в раю. И каждый раб Аллаха должен стремиться к приближению к Севышному Аллаху путем благодеяний. Имам Ахмад ибн Хамбаль говорит Я видел Севышный Аллах во сне. Я сказал Я Рабби О мой Господь Ма Афзолю Ма Та Карраба Бихильму Та Карибуна Илайка Что является самым наилучшим что приблизило к тебе приближено к тебе твоих рабов. Квала Севышный Аллах говорит Бикалям Ахмад посредством чтения Кур'ана посредством чтения моей речи они приблизились ко мне О Ахмад И тогда Ахмад Ибн Хамбаль спрашивает О Аллах чтение Кур'ана с пониманием или без понимания они приблизились к тебе И тогда Аллах отвечает Бифахмин Ваби Гайри Фахмин Буд это с пониманием или без понимания Еще один момент Мы зачастую видим людей у которых сбои в памяти Они не могут запомнить то что они прочитали недавно минут 10-15 назад Они не могут запомнить что было буквально вчера Они забывают обо всем этом Бывают люди что они пьют таблетки лекарства чтобы увеличилась память Они ложатся в больницу им назначают лечение для того чтобы их память улучшилась Но они не знают что наилучшим лекарством наилучшим средством для улучшения для увеличения памяти является Кур'ан В хадисе передаваемом от Али Радзи Аллаху говорится Три вещи которые увеличивают память и которые устраняют слюну Первое это проведение силака Второе он говорит пост И третье он говорит чтение Кур'ана Перечисленное мною тут достоинство и пользу Корана это всего лишь капля в океане Достоинство и польз очень много мы не в силах рассказать все это сейчас сегодня на данный момент поэтому ограничимся на таком малом количестве ведь не зря говорят умному и намеку достаточно Теперь когда я рассказал о достоинствах и о благах которые несет в себе Коран хотелось бы рассказать о том как нужно какую этику нужно соблюдать человеку который читает Коран следует человеку читающему Коран для начала быть в омовении повернуться в сторону кабы наклонить голову находиться в смирении в спокойствии не скрещивать ноги не опираться на что-либо не отвлекаться находиться так как будто он находится перед своим наставником почитать и уважать Коран чтобы он читал с почтением и с уважением чтобы читал нараспев и так же желательно чтобы он использовал самую лучшую самое лучшее благовоние которое у него есть и еще так же желательно чтобы он провел сиваком так как в хадисе передаваемом от Али разъялу анху говорится вашей рты является дорогой Корана то украсть же эту дорогу сиваком наилучшим состоянием для чтения Корана является чтобы он читал ее стоя в намазе а еще предпочтительнее желательно чтобы он делал намаз в мечети с подвижника Али в своем хадисе говорит Тот человек который прочитал Куран находясь стоя в намазе за каждую за каждую букву он получит 50 вознаграждений Столько благ носит себе эта книга Коран речь Всевышнего Аллаха каждый верующий человек обязательно должен читать эту книгу и эту книгу не обязательно покупать как остальные книги эта книга есть почти в каждой мечети ее можно прочитать в любое время поэтому читайте дорогие братья и сестры Коран а те кто не умеет поспешите научиться чтению священного Корана потому что как мы говорили ранее Коран содержит в себе очень много благ и достоинств о которых мы не ведаем уделяйте хотя бы 15-20 минут чтению этой книги чтению Корана и вы увидите как ваша жизнь изменится в лучшую сторону те кто умеет читать Коран если вам станет лень читать Коран то вспомните что одна прочитанная страница из Корана она равна 5000 добрых дел один джуз прочитанный она равна 100 тысяч добрых дел а полностью прочитать Коран от начала до конца это примерно 3 миллиона добрых дел и это единственная книга автор который любит своего читателя и в конце хотелось бы сказать пусть Аллах поможет нам больше уделять внимание чтению Корана те кто не умеет читать Коран пусть Аллах им поможет в скором времени научиться читать священный Коран пусть Аллах поможет нам быть из числа тех рабов которыми он доволен и из числа тех рабов которые постоянствуют на чтении Корана и воздают всевышнему хвалу вальхамду ллях раб лля альмин хвалу альмин хвалу